Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Друзья, следующая находка изменит всё ваше представление о том, как должен выглядеть системник. Готовы? Внимание, это кроссовок, который реально выполняет роль корпуса для различных компьютерных компонентов, которые в него поместили. Да, вам наверное тоже не верится, я просто смотрю на обычный системник, потом на этот, потом снова на обычный и на это, и думаю, да не. Но да, серьёзно, чувак установил себе укороченные компоненты, здесь есть и топовая материнка, и мощная видяха с процессором, полноценный блок питания, оперативка, а также всё это приправленное с издихой и башней для процессора. Боюсь представить, во сколько обойдётся такой комп, но согласитесь, выглядит всё это реально эпично. Я уже представляю, как после школы к вам в гости приходят друзья, чтобы зарубиться в какую-нибудь игруху, а вы показываете такой вот тапок вместо компа, да ещё и моднявый, с подсветкой и всякими приколами. Не, ну это прям зачёт. Что-то сегодня китайцы по-особенному удивляют, ловите очередной навороченный гаджет, это очки, которые могут использоваться не только по основному назначению, но и в качестве электронной книги или прибора для связи с друзьями и виртуального общения. Модель оснащена дисплеем соотношением сторон 4 к 3 и поддержкой объёмного стереозвучания, что позволяет с головой погрузиться в процесс прослушивания музыки, просмотра видео или разговора. Объём встроенной памяти составляет 32 гигабайта, таким образом вы можете закачивать и сохранять сюда свои фильмы, а после их воспроизводить. Например, смотреть сериалы в дороге или же ностальгировать по старым моментам. Устройство также поддерживает не только объёмный режим 3D, но и режим дополненной реальности. Любители перевоплощений наверняка знают, что сделать костюм, а также аксессуары к нему удовольствие не из дешёвых, это и материалы и фантазия. Однако китайцы гениальные люди, они придумали маску, то есть нет, дисплей. Хотя нет, нет, погодите, это маска, дисплей. Короче, эта штука надевается на лицо, но от обычной маски она отличается тем, что обладает экраном, на который можно вводить любой рисунок, слово или эквалайзер. Все действия производятся через приложение, а там, поверьте, платформа для фантазии просто огромная. 16 миллионов оттенков, шаблоны, возможность настройки скорости, яркости, цветов, всё, что только душе угодно. А ещё, очень крутой фишкой является то, что с помощью пикселей можно создать какое-нибудь лицо. Например, клоуна, Джокера, Бэтмена, да даже реального человека. Знайте детскую игру Горячая картошка, так вот представьте, если вместо картошки здесь будет электрошоковый мячик, так сказать взрослый вариант игры. Что же из себя он представляет? На первый взгляд может показаться, что это самый обычный пластиковый мяч, да слегка напрягают эти металлические вкрапления на нём. Но мало ли, может это прихоть дизайнера. До поры до времени всё будет казаться именно так, однако самая жизнь начнётся тогда, когда вы его включите. Для начала нужно вставить батарейку, а потом и ключик в специальный паз. Сделали? Ну тогда скорее передавайте эту бомбу замедленного действия своему соседу, пока не получили разряд тока. Да, после активации мячика он начинает биться током, примерно каждые 10-30 секунд. Предугадать этот момент невозможно, по-моему самое время проверить свою везучесть. А ощущения какие, от скрика никто не удержится. Я надеюсь вы не думаете, что игра будет упорядоченной и размеренной, ага, не для этого придумали этот мячик. Настоящий хаос, вот во что превратится детская Горячая картошка. А, далее на очереди у меня идёт необычная вакуумная кофеварка. Согласитесь, с первого взгляда она больше напоминает какой-то прибор для проведения опытов, но на деле всё не менее интересно. Основное достоинство напитка, получаемого в вакуумной кофеварке, заключается в сохранении максимального количества ароматических и полезных веществ. Именно из-за этого она высоко ценится гурманами и эстетами. В отличие от других кофеварок, здесь вода не просто проходит сверху вниз через кофейный порошок. Вакуумная модель состоит из двух стеклянных контейнеров, которые вставлены друг в друга и соединены между собой стеклянным стержнем. Желаемое количество воды заливается в нижнюю часть кофейный порошок в верхнюю. Во время приготовления кофе, вода в нижнем отсеке поднимается в верхний контейнер с кофейным порошком. Очень залипательный процесс, как по мне такая кофеварка может послужить оригинальным подарком для настоящих гурманов и ценителей кофе. А теперь поговорим о наболевшем. Всем нам не нравится просыпаться утром. А еще этот будильник, который как назло прерывает сон в самый неподходящий момент. Так бы и выкинул его в окно. Хотя я уверен, что на следующую милашку у вас точно не поднимется рука. Но вот только взгляните на это чудо. Это просто мимимишный будильник с ушками, который может быть и ночником, и просто стильным украшением комнаты. Ему можно задать эмоции или выбрать мелодию. Вот представьте, вы только просыпаетесь, а вас уже встречают с улыбкой. Позитивный заряд на весь день точно обеспечен. На сайте у продавца можно выбрать цвет устройства и модель. Следующим на очереди полезный гаджет для кухни. Это машина-слайсер для резки хлеба и булочек. С ее помощью можно быстро и аккуратно нарезать хлебобулочные изделия пополам. Подставка удерживает бублика. Два прозрачных акриловых крана защищают пальцы от соприкосновения с лезвием. Помимо бубликов, хлеба и булочек, с помощью слайсера можно разделить кексы, рулеты и так далее. Конструкция легко разбирается и поддается чистке. Очень полезная находка, помогающая в организации праздничного стола. Любители тачек, приготовьтесь подбирать чели. Здесь у меня миниатюрная копия итальянского гиперкара, названная в честь автогонщика Альбера Дива. Бугатти Дива. Которая собрана, внимание, из конструктора. Это же очень круто. Такая машинка может удивить многообразием окрасов, объемными колесами на дизайнерских дисках и низкопрофильной резине, и рабочим рулевым управлением. Уже на этапе сборки вы поймете, насколько круто иметь такую красавицу, ведь она состоит из множества различных деталей. Вам предстоит собрать не только внешние элементы, но и двигатель, оформить салон и в целом произвести настоящее искусство. Также в процессе сборки вы увидите работу всех механизмов автомобиля, и на финишном этапе порадуетесь максимальной реалистичности суперкара. А если вас не устраивает цена на этот товар, то сейчас расскажу способ, как можно сэкономить. Речь пойдет о кэшбэке, которым пользуюсь именно я, и это кэшбэк сервис Мегабонус. Почему я выбрал именно его? Да потому что у Мегабонус есть раздел с повышенным кэшбэком, магазины здесь постоянно меняются, так что нужно заходить почаще и проверять. Также у Мегабонус начисляют гораздо больше процент кэшбэка, чем на банковские карты. И для получения кэшбэка от Мегабонус не нужно выпускать карту. Ну и самое главное, это то, что очень часто при покупке вы можете получить 2 кэшбэка, и по карте, и с Мегабонус. Ну а теперь как это работает? Заходите на сайт и регистрируйтесь. Можно ввести имейл, а можно выбрать вход по одной из предложенных соцсетей. Далее выбираем магазин, в котором хотим совершить покупку. Хочу сказать вам, что выбор здесь просто огромный. Мегабонус сотрудничает с несколькими тысячами магазинов, такими как Алиэкспресс, Инвидео, Эльдорадо, Яндекс.Маркет и многие другие. В моём случае я выберу Алиэкспресс. Далее совершаем покупку как обычно. А после того, как товар куплен, Мегабонус начисляет кэшбэк, который можно увидеть в личном кабинете в статусе «В ожидании». А уже после того, как вы получили свою покупку, кэшбэк станет доступен для вывода. Вывести вы его можете хоть на банковскую карту, хоть на телефон или на электронные кошельки, такие как WebMoney, Kiwi и другие. Этим кэшбэком пользуется уже очень много людей, и судя по отзывам, они остались довольны. Советую вам воспользоваться этим кэшбэком. Переходите по ссылке под видео, регистрируйтесь в Мегабонус и начинайте получать кэшбэк с каждой покупки в интернете. Ничего себе, до чего технологии дошли. Ребята, забудьте о всех масках, что вы видели до этого момента. Это маска, в которую встроены наушники. Таким образом, можно не только заботиться о своём здоровье и здоровье людей, но и с кайфом слушать любимые песни. Для подключения к устройствам она использует технологию Bluetooth 5.0. Причём, как говорится на сайте, это может быть и телефон, ноутбук, планшет, часы. В общем, всё, что только вам будет удобно. Но не знаю, вроде как и интересно это всё, но я уже предвкушаю звук, как из тоннеля и начинаю сомневаться в такой технологии. А как вам этот новомодный гаджет? А здесь у меня необычный термос для тех, кто любит порадовать себя свежезаваренным чайком в походе или путешествии. Он имеет раздельное отделение для заварки и кнопку-регулятор, по нажатию на который заваренный чай сливается, а сама заварка больше не контактирует с водой. Это позволяет вам самостоятельно регулировать крепость и наслаждаться особым вкусом напитка. Два отделения разделены ситечком, которое фильтрует частицы чая. Объём ёмкости составляет 400 мл. А здесь у меня умные фитнес-часики, оснащённые множеством спортивных режимов. С их помощью можно отслеживать как свою дневную активность, так и фиксировать успехи на тренировках, контролировать состояние здоровья и даже слушать музыку или общаться. Всё дело в том, что корпус одновременно является кейсом для хранения и зарядкой беспроводных наушников, который, кстати, также является частью комплекта. Также на часы можно выводить уведомления с различных социальных сетей, звонки, важные заметки и другие данные. На одном полном заряде в режиме непрерывного разговора наушники вам прослужат до 5 часов. Эспандер для предплечья и локтевого сустава применяется для развития и укрепления мышц запястья, предплечья, плечевого пояса и груди. Благодаря естественным вращательным движениям укрепляются мышцы, имеющие важное значение для занятий бодибилдингом, фитнесом, пауэрлифтингом, амрестлингом, хоккеем, боксом и многим другим видом спорта. У продавца можно приобрести модели с силой сопротивления от 5 до 30 кг. Обычно я стараюсь не покупать, налив все различные лечебные приборы, лекарства и тому подобное, все же это Китай и мало ли что. Но следующий девайс меня определенно заинтересовал. Это портативное устройство для лазерной терапии Ринита. Оно обеспечивает расширение кровеносных сосудов, улучшает кровообращение и способствует выздоровлению, испуская лазерный свет с длиной волны 650 нанометров. Кроме того, повышает способность организма сопротивляться болезням и снимает отек слизистой оболочки носа. Подобный прибор могут использовать как дети, так и взрослые. Огромное удобство в том, что он не мешает выполнять повседневные задачи, не препятствует разговору или приему пищи, в целом практически не ощущается. Набор состоит из зарядного кейса, оснащенного встроенным дисплеем и кнопками для настройки двух затычек со сменными насадками. Следующая находка значительно упростит жизнь всем владельцам планшетов и телефонов. Думаю, каждый согласится, что планшет это удобная штука, но есть у неё один минус. Печатать большие тексты на сенсорном экране – просто мука. Поэтому хочу представить вашему вниманию удивительный гаджет – складную клавиатуру. Нет, серьёзно, покажите мне гения, который это придумал. Сама клавиатура напоминает ноутбуч, но у неё даже тачпад имеется. Огромное преимущество в том, что она имеет складную форму, благодаря чему не возникает трудности переноски. На боковине предусмотрены кнопки включения и отключения как самого устройства, так и микрофона. Как по мне, очень удобно. Так, фанаты экстремального отдыха, вы на месте. Специально для вас я подготовил следующий девайс. Это поясничное крепление для селфи-палок. Оно представляет собой ремень уже с готовой основой для фиксации камер. Он никак не препятствует движению и надёжно удерживает устройство. Имеет два вида крепления на поясе – липучку и утяжку. Кроме того, как я видел, подобная штука может заинтересовать и бегунов, велосипедистов, а также других любителей активного спорта. А здесь у меня умные водонепроницаемые часы, которые способны собирать и автоматически сохранять резервную инфографику физического состояния тела для занятий спортом или же слежением за здоровьем. В их спектр возможностей входит мониторинг сердечного ритма, цикл дня, пройденных шагов и тому подобное. Они также оснащены стандартным набором приложений и функций, упрощающих повседневную жизнь. Например, будильникам, различными социальными сетями с функцией быстрых оповещений и возможностью быстрого ответа на звонок. В общем, думаю, вы меня поняли, забыл сказать, что дисплей также является и наушником. Вещь действительно полезная и определённо заслуживает внимания. На очереди привлекательные и заметные японские автоматические часы, корпус которых сделан из нержавеющей стали, а ремешок из кожи. В них есть возможность подсвечивать стрелки, что создаёт больший эффект от пользования. В наличии имеется три варианта расцветки ремешка. Внутри циферблата расположен красивый сапфировый шарик в виде планеты, соединенный с прочими декоративными элементами космической тематики, которые притягивают ваше внимание. Пришло время показать вам навесные качели в скандинавском стиле. Они порядка 150 сантиметров в длину и столько же в ширину. Ширина сидельного места составляет примерно 40 сантиметров. В комплекте с качелями поставляется специальный пульт, который отвечает за передаваемый ими цвет. Корпус сделан из поликарбоната, внутри которого установлены светодиодные лампочки. Качели здорово смотрятся на улице, также создавая особую атмосферу в тёмное время суток. Спешу показать вам современный плеер с беспроводными блютуз наушниками. Наушники подключаются автоматически и чётко передают звуковые волны. Само устройство имеет аккумулятор на 6000 мАч и в режиме ожидания, например, оно может проработать порядка 480 часов. Что плеер, что наушники водонепроницаемы. Самое интересное здесь то, что плеер можно также использовать и не по назначению. Я говорю о функции пауэрбанка, которая также может выполняться. И этот плеер в состоянии полностью зарядить один айфон. Теперь я покажу вам очень оригинальную гигантскую гарнитуру, сделанную в форме наушника AirPods. Она имеет 4 режима воспроизведения. Воспроизведение ТИФ-карты, блютуз, ю-диско и аукс-линии. В то же время гарнитуру можно использовать и в роли радиоприёмника. Наушник также наделён специальным микрофоном высокой чёткости, который поможет вам отвечать на звонки без сторонних приспособлений. Также такой динамик можно подключить к совершенно любому устройству, у которого есть 3,5 мм разъём. Аккумулятор, к слову, имеет ёмкость в 1200 мАч, что гарантирует долгое время работы аксессуара. А сейчас хочу показать вам мультитул для самообороны. Сделана эта палка из высокопрочного алюминиевого сплава, который обладает высокой твёрдостью и долговечностью. В комплекте с ней идёт множество самых разных насадок, которые подойдут буквально на любой случай жизни. В этой палке есть как обычное стриё, так и пилообразный наконечник, гарпун, серп и многое другое. Как по мне, это универсальный вариант для походов, который заменит сразу несколько необходимых инструментов. Ещё одно чудо приспособление от китайцев – это ручной вентилятор в форме часов. Его ремешок выполнен из приятного на ощупь силикона, который не сковывает движение, удобно сидит на руке и не оставляет отпечатков на коже. На месте циферблата располагается небольшой вентилятор, работающий от аккумуляторной батареи. Он имеет три уровня потока ветра, разницу между которыми вы, конечно, не почувствуете, но как факт они имеются. Товар представлен в трёх вариациях ярких летних расцветок. Что тут сказать, выглядит прибор необычно и даже прикольно, но высокой эффективности от него ожидать не стоит. А это нож для арбуза и дыни. Он позволит быстро и, что самое главное, аккуратно разрезать фрукты на равномерные кубики при помощи специальной лопатки и звездообразной формы наконечника. Нож сделан из нержавеющей стали, а его мельница из пищевого пластика, который абсолютно безопасен для человека. Такой гаджет не только сэкономит вам время, но и украсит подачу ягод. А если же вы беспокоитесь о безопасности своего ноутбука, боясь пролить на него жидкость, то на Алиэкспресс можно найти вот такой силиконовый чехол на клавиатуру. Именно этот экземпляр предназначен для ноутбука MacBook Air. Но если хорошо поискать, то можно найти и на другие модели ноутбуков. Чехол абсолютно не мешает печатанию и надежно фиксируется на клавиатуре. Кроме того, наличие специальных подсказок на каждой клавише в виде обозначений функций облегчает пользование устройством. Будильник со встроенной функцией беспроводной зарядки – это очень удобное приспособление для тех, кто активно пользуется телефоном перед сном. Он подходит для зарядки iPhone, некоторых AirPods и других устройств поддержкой QI-технологии. Будильник выполнен в минималистичном дизайне, который не бросается в глаза, но при этом подходит под любой интерьер. Корпус пластиковый, но довольно прочный. На нём можно отобразить время, дату, температуру воздуха и час подъёма. Для того, чтобы активировать беспроводную зарядку, необходимо просто приложить телефон или любое другое устройство к верхней части будильника. Кресло для релаксации. Оно оснащено удобной откидной спинкой, мягким сидельным местом и подставкой для ног. Спинка имеет угол наклона от 90 до 170 градусов, что позволяет не только отдыхать, но и комфортно работать. Необычно в этом кресле то, что оно оборудовано крепежом для монитора, подставкой для клавиатуры и держателем системного блока. Лично я не понимаю, зачем так всё усложнять. Фиксация ненадёжная, отчего всегда есть риск, что системный блок, да и монитору могут попросту упасть. Подставка для клавиатуры это круто, тут невозможно не согласиться. Не понимаю я этот Китай. Достаточно ведь просто иметь комфортное место. Эх, ну ладно, идём дальше. На очереди игрушечный рабочий стол Тони Старка из Железного Человека. Именно за таким он раздавал указания и выбирал какой костюм надеть. Столик наделён светодиодными лампами, которые делают его очень ярким и заметным, придавая особой атмосферы. Сделан он из пластика и относительно невелик в размерах, около 33 сантиметров в ширину и 11 в длину. Вещь отлично впишется в коллекцию символичных предметов любимых персонажей. Следующая вещь находка для тех, кто постоянно не может найти место, чтобы вдали от детей или проходящих мимо людей спокойно выпить баночку пива. Это силиконовый чехол с принтом Кока-Колы. Он надевается на алюминиевые банки объёмом 330 или 375 миллилитров. Визуально её не отличить от обычной газировки, отчего такой рукав – это отличный лайфхак, как незаметно выпить алкогольный напиток. Вот что-что, а украшения на ли и правда можно найти годные? Хочу показать вам один вариант. Это двойное кольцо имеет красивый рисунок с черепом, который подойдёт под любой образ, а также оно имеет потайное дно. Туда, правда, чего-то дельного не сложишь, но всё равно приятно. Перед покупкой обратите, пожалуйста, внимание на предоставленную таблицу размеров. Далее идёт развивающая игрушка для животных. Она представляет собой небольшой контейнер, куда засыпается любимое лакомство для питомца, после чего ему необходимо перекатывать игрушку, чтобы добыть вкусняшку. Товар продаётся в двух вариациях – с открытым верхом, на котором расположен небольшой шарик с одним или двумя этажами, а также есть закрытый вариант. По своему принципу работы они ничем не отличаются. В наше время совсем не обязательно ходить по магазинам в поисках чего-нибудь необычного из одежды. Так можно просто перевести желаемый принт на однотонную футболку благодаря специальным термопресс-машинам. Именно такую я хотел бы вам сейчас показать. Максимальная температура, до которой она может доходить – целых 180 градусов. Также она наделена защитой от перенапряжения. На панели управления можно установить желаемую температуру и подобрать нужную функцию, определившись со временем работы. Всё очень удобно и просто в использовании. Каждый человек, который сидит в интернете, не мог пропустить мимо глаз этот забавнейший мем. В нём куча мексиканцев несёт гроб и одновременно танцует. Казалось бы, как это вообще совместимо? И многие люди со своими моральными убеждениями будут правы. Но вот на их собственной родине жители совсем других взглядов и традиций. Ладно, сейчас не об этом. Фигурка включает в себя всех участников смешного видео и тот самый гроб. Игрушки могут двигать своими частями тела, сгибая ноги и руки и принимая те самые новые позы. С ними можно сполна повеселиться, параллельно включив, например, ту же самую музыку из ролика. В общем, игрушка очень смешная и интересная. Ей вы сможете как поразвлекаться с друзьями, так и просто украсить свою полочку дома. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.